Пожалуйста, Артеми. Я достаточно много путешествую, был в 99 странах. Я поделюсь своим наблюдением о том, что я заметил в процессе своих путешествий. Такая вещь, как равная зона комфорта между западными людьми и нашими людьми. У каждого человека существует зона комфорта, независимо от того, где он находится. Даже у Банджа есть зона комфорта, она ограничивается его коробкой из-под холодильника. У человека, который живет в Европе, зона комфорта распространяется дальше, чем его квартира. Она захватывает его лестничную площадку, она захватывает его дворик, его улицу, его квартал, его центр города. В России зона комфорта заканчивается у человека его входной дверью. То есть человеку все равно, что там. Там может быть абсолютно все, что угодно. Страшная масляная краска, соседский велосипед, какой-то 50-го года сундук, выставленный соседями. Ужасные отношения с этажами сверху и снизу. Я проводил опрос людей, спрашивал, что им не нравится в соседях. Выяснилось, что все соседи котлы у всех. Это значит, что люди говорили сами про себя, на самом деле, в этот момент. Очень редкий случай, когда кто-то, живя у себя в доме, делает, например, ремонт в подъезде. Потому что человек идет в соседние квартиры, звонит туда, ему говорят, знаешь, денег нет, не дам тебе. Ну, может быть, найдется еще один олигарх, который тоже даст немножко денежку. И вот два человека собираются вместе, в лучшем случае два. Скорее всего, нет никого, кто ремонтирует подъезд. Эти два человека ремонтируют подъезд, остальные его ненавидят. Они стараются как-нибудь там поднасрать или нарисовать что-нибудь, или разбить цветок. Люди не готовы принимать выход из зоны комфорта из квартир тех людей, которые считают, что в их зону комфорта должно входить больше, чем их квартира.